МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня утвердилась уверенность в том, что памятник будет. График исполнения всего, что мы заказали заводу, выполняется в полном объеме. До воплощения совсем немного. Рабочая группа по созданию памятника воинам-победителям первостроителям Ангарска побывала на заводе, где работают над монументом. Одеть, обуть это несложно, подобрать вещи. Без женской помощи, конечно, тяжеловато. Папа может все и даже быть мамой. Нашей рубрике, посвященной мужчинам, отец-одиночка расскажет, как успевать все. Надо вовремя и наступать, и отступать. Не обижать друг друга. Вот в чем дело. И в горести, и в радости влюбленные со стажем отпраздновали свадьбы на балу юбилейных пар. Я приветствую зрителей телеканала «Актис». В эфире программа «Местное время». С событиями пятницы вас познакомлю я, Евгения Шильникова. Ангарчане по-прежнему доверяют мошенникам, хотя число обманутых людей все же снижается. С начала года с заявлениями в полицию обратились 12 пострадавших. Еще год назад в это же время горожан, которых обвели вокруг пальца, было в два раза больше. Преступные методы аферистов не меняются. Как правило, они отправляют СМС с просьбой о помощи. Либо звонят и, представляясь сотрудниками банка, выпытывают нужную информацию. Такая же история произошла и с этим мужчиной. Своего лица он попросил не показывать. Не надо терять голову, надо трезво подходить к этому, надо рассуждать. Нужно позвонить родственникам, Сбербанк, надо позвонить знакомым, полицию, если есть там юристы, юристам. То есть обязательно надо сообщить, не надо сразу же действовать то, что вам предлагают. Выполнять те действия, которые вам предлагают. Действительно, надо подумать, маленько собраться. Заявление о преступлении подано, мошенников ищут. Украденные деньги мужчина готов возвращать через суд. Однако судиться пока не с кем. Прием по личным вопросам. Накануне в управлении МВД Ангарского округа члены общественного совета принимали горожан. На прием записались 10 человек. Темы обращения были самые разные. От мошенничества и вымогательства до семейных конфликтов и парковках на газонах. Люди обращаются с разными проблемами. Но все проблемы, конечно, косвенно касаются внутренних дел. То есть Министерство управления внутренних дел. То есть уголовные какие-то, даже с социальными проблемами обращаются. То есть взаимоотношения в сфере ЖКХ. И наша задача как бы помочь им направить в нужное русло, помочь решить эту проблему. Члены общественного совета помогли обратившимся составить необходимые заявления и запросы в нужные инстанции. Следующий прием состоится через месяц. Памятник воинам-победителям первостроителям Ангарска приобретает реальные очертания. Председатель общественной палаты ОГОИ Анатолий Боринский, скульптор Евгений Ставский и руководитель рабочей группы Александр Титов посетили подмосковный завод и убедились, что процесс изготовления идет по плану. О своих впечатлениях ангарчане рассказали на заседании общественной палаты. Памятник, посвященный воинам-победителям, первостроителям, основателям Ангарска, изготавливается в городе Жуковском Московской области на одном из крупнейших заводов России. Масштабное производство, имеющее большой опыт. Мастера, владеющие тонкостями искусства скульптуры, трудятся над точным воспроизведением народной идеи. Прежде чем четыре фигуры солдат и строителей будут отлиты в бронзе, их воссоздают в глине. Детали, черты лица художники прорабатывают особенно тщательно. Много интересных работ делается там, но когда мы увидели исполинские фигуры нашего памятника, вот тогда они произвели на нас самое мощное впечатление. Я хочу сказать, что вот памятник наш в макете, в том виде, в котором мы его видели в последнее время, в котором мы знакомились с ним, который был представлен сначала в пластилине, потом в гипсе, и все это небольшая фигура, которую можно было пощупать, потрогать, вот на руках поносить, то сейчас мы увидели вот эти исполинские фигуры, которые вы видите на фотографиях и видео, которые мы привезли из Жуковского. Поэтому сегодня утвердилась уверенность в том, что памятник будет, график исполнения всего, что мы заказали заводу, выполняется в полном объеме. На сегодня уже отлиты две фигуры. Полностью монумент будет готов в апреле, а в мае монумент будет установлен на входе в парке строителей, где совсем скоро начнется масштабная реконструкция. Центральная часть парка будет представлять собой аллею славы ветеранов. Это символично. Данная аллея свяжет стеллу с местом установки монумента. В ближайшем будущем монументы аллеи станут точкой притяжения ангарчан и гостей города. Сюда будут приводить детей и рассказывать о подвиге, которые совершили люди, вернувшиеся с войны и посреди глухой тайги, построившие ангарск. Открытие памятника воинам-победителям-первостроителям запланировано на день города. К этому времени закончатся все работы по благоустройству парка, а также будет установлен сам монумент. Однако до сих пор не собрана сумма, необходимая на завершение всех работ. Внести свой вклад в поистине народное дело, а может и должен каждый ангарчанин. Сделать это очень просто, отправив на номер 3443 смс со словом «памятник» и суммой перевода. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Ангарские сельскохозяйственные предприятия накануне посетила рабочая группа во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства региона Александром Кириленко. Сотрудник ведомства познакомился с проектами, которые реализуются на территории. К примеру, Саватеевское хозяйство второй год выращивает овощи без использования минеральных удобрений. Что мы от этого рассчитываем? В прошлом году мы на поле, где внесли торф, получили дополнительно урожай в объеме 500 тонн. Рассчитываем по завершению инвестиционного проекта около 2000 тонн добавки в картофели и овощах. Без внесения минеральных удобрений. Ко всему прочему, плюс еще у нас, что чем меньше минеральных удобрений используем, тем и качество продукта, ну, понятно. Вроде бы как. Ангарск у нас всегда был территорией с особым статусом, так сказать, да. Земли мало, а объем производства большой. То есть у нас во все времена, да, я уже в сельском хозяйстве работаю, значит, порядка 30 лет, да. Во все времена Ангарск входил в пятерку самых крупных территорий по объемам производства сельскохозяйственной продукции. Здесь у нас и тепличный комбинат, и птицефабрика, значит, и другие производства, да. Также представитель областного ведомства посетил хозяйство по выращиванию крупного рогатого скота и птицеферму. Отметим, что на развитие и реализацию новых проектов фермеры используют не только субсидии, но и собственные средства. Местные коммунисты озадачились судьбой муниципального предприятия «Ангарский трамвай». Накануне вечером лидер городского отделения КПРФ Сергей Брюнюк пригласил общественность обсудить судьбу МУПа. Свой внезапный интерес к проблемам ДПО политик объяснил тем, что предприятие находится под угрозой закрытия. И с каждым днем его положение только ухудшается. Сегодня положение гораздо тревожнее. По состоянию на февраль 2017 года выпуск вагонов на маршруты изрядно сократился по отношению к любому из предыдущих периодов. В отдельные дни он составляет 15 вагонов, в то время как еще 10 лет назад ежедневно выходило 80, точнее 78 выходило 10 лет назад. Дела у предприятия и правда идут не очень гладко. Однако местные власти пытаются спасти ангарский трамвай. Пару дней назад к делам приступил новый директор МУП. Встреча Сергея Брюнюка с общественностью так и осталась бы дежурным мероприятием, если бы активисты не напомнили лидеру коммунистов о других, более насущных проблемах. К примеру, отсутствие льготного проезда для людей, сопровождающих инвалидов, требует не меньшего внимания политиков. Когда папа еще и мама. У 35-летнего жителя поселка Мегет Александра Гаранина две дочери, которых он воспитывает в одиночку. Мужчине приходится нелегко, однако на жизнь в семье жаловаться не принято. Как живется отцу, который за все в ответе, смотрите в нашей рубрике «Папа может». «Я не один мужчина в доме», – с задором говорит Александр Гаранин, чтобы сохранить боевой настрой. В маленьком Мегетском доме в 20 квадратных метров живет папа с двумя дочками, кошка и два кота. Молодой мужчина воспитывает пока еще маленьких женщин один. Это вам не сыновья. Тут нужно и деликатно объяснить вопросы женской красоты, здоровья и зрелости. Сильно строгим тоже не будешь, ведь девичья душа не только капризная, но и ранимая. Сложность спорить с их характером упрямые многом и вредничают. А больше ничего сложного нет. Одеть обуть это несложно, подобрать вещи. Без женской помощи, конечно, тяжеловато, а без внимания меня на данный момент я как-то еще не хочу, не говорю желанием последний год сейчас, нет, неохота. Счастье есть, единственное, не хватает немножко пространства у нас. Ну, это ничего страшного. Думаю, за года два-три разберемся. Прорвемся, но работа есть и ладно, позволяет. Трагедия произошла в семье Гораненых около двух лет назад. Супругу Ингу надломила потеря отца, и она впала в глубокую депрессию. И в возрасте 27 лет женщина умерла. Они прожили в браке 9 лет. Семилетняя Лида – общий ребенок, а десятилетняя Ариана – от первого брака жены. Чтобы стать законным отцом, вдовцу пришлось закончить школу приемных родителей и оформить опекунство. Ну, в основном, что-нибудь по-быстренькому, либо картошечку быстренько жарим, либо варим макароны. Ну, если папа задержится, варят пельмени самостоятельно, либо жарят. Первое время, признается Александр, было очень сложно. Добрые советчики даже предлагали отдать детей в приют. Но Александр уверен, как бы сложно ни было, он справится. Руки, ноги есть, работа тоже. Главное, чему учит папа девчонок – самостоятельности. Четвероклассница Ариана уже сама и готовит, и убирается. Папе тоже приходится учиться вместе с девчонками. По очереди делает с ними уроки, плетет к юным модницам косы. Меня папа позвал, чтобы я купил молоко, хлеб и соль. Я хочу стать поваром, потому что я смотрю кулинарию. И я первый раз моей сестре приготовила поесть. И мне понравилось. Это как жареная картошка. И папа, ты первый раз сама, да, накорнила? Да. Летом девчонки сами ухаживают за огородом. В прошлом году большой урожай сочной и вкусной морковки собрали. С гордостью говорит папа про дочерей. Втроем тянут хозяйство, не забывают и про творчество. Ну, у нас уже ухажеры с садика появились. У старшей в садике было аж восемь мальчиков за ней. Восемь, не надо показывать. Это два самых активных у тебя было. Я помню всех твоих ухажеров. У Лиды чуть поменьше. У нее было четыре в садике. И в школе сейчас, по-моему, один, да? Два? Два? Два. Ну, в Алянке один сейчас в школе. Бегает за ней. Ну, как бегает? Начали дружить. Более-менее... Ну, скажем так, у нас после трагедии мы немножко замкнулись с ней. Получается. Ну, сейчас раскреплялись, более-менее начали более активное общение. Первоклассница Лида отлично рисует. Правда, в Мегетскую художественную школу до сих пор попасть не может. Нет мест. А вот Ариана – настоящая гимнастка. На шпагат садится с трех лет. Естественно, не без папиного контроля. А двоя от женихов у творческих сестер в школе нет. Несмотря на внешний оптимизм, Александру приходится нелегко. Не каждый мужчина выдержит подобное испытание. В свои 35 Гаранин – отличный специалист. Трудится на предприятии электромонтером по обслуживанию пожарных сигнализаций. По образованию ветеринар, имеет опыт выживания в лесу. Работал в глухой тайге. Вот теперь опыт выживания пригодился в условиях и семейной жизни. Воспитание детей, говорит молодой папа, большое счастье. Ведь девочке для него – это мотивация и стимул активно стремиться к чему-то большему. Да и дочка не сын, обнимет и поцелует папу. И через 50 лет с благодарностью за все. Яна Попова, Антон Бархатов. Местное время. Ангарс готовится к встрече со звездами фигурного катания. Уже сейчас на арене идет масштабный монтаж светового оборудования стоимостью более 50 миллионов рублей. Новое ледовое шоу с участием Татьяны Навки, Алексея Ягудина, Романа Костомарова и других артистов состоится во Дворце Ирмак 23 февраля. Как идут последние приготовления, смотрите в сюжете далее. До встречи с именитыми фигуристами. Олимпийскими чемпионами остались считанные дни. Столичные звезды выступят 23 февраля во Дворце Спорта Ирмак. Подготовка к масштабному ледовому шоу в самом разгаре. Сейчас на арене Дворца заканчивается монтаж уникального светового и звукового оборудования. Его стоимость превышает 50 миллионов рублей. Илья Авербух и его команда профессиональных фигуристов представят новую программу «Ледниковый период». Ангарчане увидят выступление Алексея Ягудина, Романа Костомарова, Максима Шабалина. Настоящим сюрпризом для поклонников фигурного катания станут дуэты. Татьяны Навки и Андрея Бурковского, Екатерины Варнавы и Максима Маринина. На лед в паре с Татьяной Татьмяниной выйдет актер сериала «Молодежка» Михаил Гаврилов. Премьера фееричного шоу состоится 23 февраля в 19.00. В радости и в горести бал супружеских пар состоялся накануне в ДК «Энергетик». Традиционно его организатором выступил ангарский отдел ЗАГС. На сей раз юбилей брака пышно отметили 18 пар. Причем самая крепкая из них отпраздновала железную свадьбу. Мария Константинова продолжит. 4 ноября 1956 года сказали друг другу свое твердое «да» Ливия Анисимовна и Иван Афанасьевич Сидых. За плечами 60 счастливых лет. У них сын, дочь, 6 внуков и уже 8 правнуков. Но самое главное, что они до сих пор дороги друг другу. И откровенно делятся секретом супружеской гармонии. Уважение главное. Что еще можно быть, сохранить? Ну и, соответственно, самое главное, я думаю, уважение друг к другу. Надо вовремя и наступать, и отступать. Не обижать друг друга. Вот в чем дело. Бой, небо, дочь, припой. Бой, бой, припой. Юбиляров поздравил мэр Ангарского округа. Сергей Анатольевич признался, что в этом году он сам отмечает 35-летие супружеской жизни. Наверное, у всех были сложности, у всех были радости. Что позволило сохранить эти чувства, эту любовь, это уважение друг к другу. Наверное, мудрость, которая приходит с годами. На мой взгляд, очень важно с молодых лет, молодежи, пройти этот этап, такой веселый, радостный, беззаботный части жизни. Напитаться той мудростью, которая потом уже позволяет людям уважать всю жизнь друг друга, ценить семью. Семья – это самое значимое, что есть. Бал объединил 18 супружеских пар. Бриллиантовые, железные и золотые юбиляры – пример для подражания. После долгих лет испытания судьбой, их семейные отношения по-прежнему прочные и неугасающие. Мария Константинова, Владимир Селиванов. Местное время. И на сегодня это все. Далее в программе прогноз погоды и гороскоп. А я желаю вам всего хорошего и удачных выходных. До свидания.